всем привет сегодня будем вязать рюкзачок вот такой вот на кнопочки такой завязочки которая сделана косичка просто косичка такой вот он вместительный вязать мы будем его двумя рисунками часть нас вот один рисунок дальше рюкзачок пойдет другим рисунком вот такой рюкзачок такими ремешками мы будем сегодня вязать для этого нам понадобится два цвета нитки трикотажный кремовый цвет и такой вот вишневый темно-вишневый цвет я буду вязать им клапан и ручки ремешки и ручку толще толще этот толстая а это тонкая пряжа сейчас мы и размотаем я вам скажу сколько она получается 4 сантиметра в виде разберем наверно виде а это вас половиной это толще сама по себе это тоньше но за счет того что это пошире они одинаковые по толщине вот теперь что нам еще понадобится крючок номер 7 крючок номер 7 иголка для сшивания маркер чтобы нам ряды не терять кнопка у меня такая прижимная либо портфельный замок кто на что хочет делать цепля застежку ну и ножницы вот ну и будем вязать рюкзак так начинаем вязать но рюкзака набираем 10 воздушных петель и одну петлю подъема вяжем первый ряд с этой стороны не за полупетли провязываем воздушные петельки наши а за перемычки вот эти вот эти вот ребрышки так вяжем до конца в последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида вяжем так вот пытаясь за такие вот перемычки первую нашу петелечку мы обозначим маркером провязали отряд сделали 3 петли поворотные в одну последнюю петелечку теперь мы вяжем за обе дольки на противоположной стороне вяжем за обе дольки при этом прячу хвостик по ходу вязания так довязываем до конца и в последнюю петлю последнюю мы провяжем 2 столбика так как первые у нас уже есть тоже будет 3 столбика поворотных провязали вот такой вот у нас получился первый ряд по кругу дальше мы будем делать наших трех поворотных петельках прибавки и дно мы будем вязать узором галочки чтобы она была более плотным и так находим нашу галочку то на у нас тут немножко такая разошедшая на это она первое вводим крючок так чтобы она вышла вот здесь под перемычкой между столбиками будем делать в эту петлю в первую прибавку делаем 1 столбик сразу же отмечаем его маркером чтобы нам не потерять первый столбик в ряду начало ряда 1 до нас 1 прибавка одна из трех дальше мы вяжем галочками между столбиком будем крючок и выводим саде захватывая чуть-чуть и провязываем вводим столбик же выводим сзади также между столбиком так вяжем до трех поворотных столбиков вниз мы будем делать прибавки дошли мы до наших трех поворотных столбиков и в них провязываем прибавки также связываясь столбик чтобы не собирать ваше время я провязала я 3 прибавки немножечко будет сложновато первом ряду делать очень плотно получается я помогаю себе крючком потоньше дальше вяжем столбики галочки и последние две два столбика делаем также прибавку первая прибавка у нас было вначале провязали мы второй ряд делаем 3 снимаем маркер провязываем первый столбик и будем делать прибавки через 1 1 столбик мы провязываем во второй столбик наших прибавок мы делаем прибавку и вяжем так дальше не забываем что мы вяжем в столбики раздвигая ножки и вяжем до следующих наших прибавок довязала я до наших прибавок в первый столбик мы провязываем 1 во второй мы делаем прибавку один столбик и прибавка один столбик и прибавка и третий раз столбик и прибавка и прибавка дальше вяжем столбики галочки наши до следующих прибавок здесь у нас остались две прибавки в них мы тоже сделаем довязала я наших прибавок до поворота вяжем здесь столбик прибавка и столбик прибавка 2 3 у нас был в начале 3 прибавка была вначале так вот у нас получается немножечко пока все косо есть и наша это дальше будем делать прибавки через два столбика провязываем два столбика и в третье вот она наша прибавка до в третью мы провязываем прибавку 1 2 прибавка вяжем так до следующего поворота в нашу вот она первая наша прибавка вот в них и от нее идет одинарный столбик в нее мы делаем прибавку отсчитываем 2 столбика так провязали мы этот ряд следующий ряд мы будем делать два столбика и прибавка так как у нас немножко смещается наши прибавки вот она у нас первая вот она где последняя и мы просто визуально для себя как видим будем эти три при бабочки следующие размещать так чтобы они были первые последние параллельно друг другу а третье было где-то на верхушке также мы довязываем сюда находим себе примерно вот она наша одна прибавка вот она другая значит мы здесь вот в эту прибавку сделаем одну прибавку и параллельно ей сделаем первую прибавку чтобы они были параллельно друг другу а третью где-то в серединке вяжем так этот ряд самостоятельно 3 прибавки размещаем их параллельно друг другу и посередине четвертый ряд вяжем также прибавки точно также размещая их мы немножечко их сместили чуть-чуть теперь я буду делать где-то здесь прибавку на такую здесь даже может чуть выше вот у нас серединка наш последний столбик и параллельно его я буду делать прибавки 2 и третью посередине соответственно делать буду на противоположной стороне то же самое напротив серединке нашей буду провязывать прибавки и так мы будем делать так это был нас третий ряд 4 5 6 и 7 ряд будем делать прибавки располагая друг на против друга провязываем так еще четыре ряда в итоге у нас должно быть 7 рядов провязала я дно рюкзачка теперь нам надо его будет пропарить ткань ложим и пропариваем утюжку чтобы она выравнилась чтобы ровненький стал и на вот это вот горящийся и дальше будем вязать пропарила я донышко то нам не стало ровным может быть не совсем уж ровным там чуть-чуть не добавила но уже держит форму теперь мы будем вязать стенку стеночку нашего рюкзака мы делаем первую петельку я прицеплю туда маркер убирала чтобы не расплавить вот и будем вязать как мы будем брать за одну долечку петли наши косички и за перегородочку вот это вот которая у нас сзади этой петли для того чтобы первая стеночка была более плотной вот итак будем вязать по кругу хватаясь за одну дольку петли и за перегородочку ты тут видите да вот они наши перегородки не и мы тоже будем браться и так мы провяжем первый ряд без изменений по кругу до конца провязала я первый ряд наши стенки будем вязать рисунком узором галочка как вы помните да когда мы вязали дно нашей нашего рюкзачка как мы вязали этот рисунок делая первую девичку тяну маркер и будем вязать вот так протыкая нашу галочку вот этот нашу петельку протыкаем ее и выводим сзади точно так же чтобы она была проткнута между полосочками нашими столбика что нитками так вот так вот вяжем этим рисунком смотрите провяжу я рюкзачок узором галочка где-то сантиметров 7 провяжу сантиметров 7 не знаю сколько то у меня будет в рядах вот и там с вами встретимся что будем делать дальше какой узор у нас будет дальнейшем у рюкзака связала я рисунком галочка узором верни галочка 7 сантиметров чуть больше получился семь с половиной теперь мы будем вязать дальше так дальше остальную высоту рюкзака который нам для нас устроит мы будем вязать таким образом будем вязать за задние стенки петли задние полупетли будем крючок и вяжем так вяжем нужную нам высоту рюкзака вот я провязала первый ряд и так вяжем все ряды за задние полупетли вяжем так все ряды до нужной нам высоты закончила я высоту вязать рюкзак и теперь нам надо его закончить плавно при тем как мы начнем прятать мы нить мы сначала сделаем соединительных два столбика чтобы плавненько спуститься вниз так затем вытягиваем нить и крючком можно поменьше заводим за вот эти вот петельки следующие две протаскиваем и вот сюда мы выведем снизу захватываем вот такой плавный переход у нас получился может он не совсем плавно но по крайней мере не резкий переход это у нас будет сзади здесь у нас будет крышечка и поэтому это будет незаметно теперь мы прячем нить и все будем вязать дальше такой вместительный получился достаточно там мне тоже заканчивалась нитка я добавляла тоже попрячу и так я нашла серединку там где буду вдевать час сразу веревочку веревочку я сделала просто из трех не так я связала косичку так вот просто решила сделать веревочку вот и чтобы найти для нее расположение вот я нашла середину выпрямив соответственно так вот по бокам нашла серединку и отчитала от них одинаковое расстояние для того чтобы были веселье мне кончики вот и все теперь мы будем вдевать это я края края потом завязываю на узел один узел я пока не завязала туши с узлом будет неудобно пропускать и во второй ряд вот первый вот второй во второй ряд под столбиками будем там противать девочку сначала сюда потом здесь подыщем место здесь здесь затем здесь 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 я проделу потом покажу как это будет выглядеть вот я продела веревочку стягивается такая вот у меня получилась веревочка длина можно отрезать это несложно и так теперь мы будем вязать клапан так чтобы нам связать клапан нам нужно будем его привязывать я отметила серединку нашу где будет находиться клапан тот нас рюкзачок когда стягивается вот благодаря этому мы и находим для клапана серединку вот вот и теперь будем привязываться я буду вязать клапан цвета будем вязать столбиками без накида поворотными рядами то есть и обратно привязываюсь протягиваю делая две воздушные петли подъема вот и будем вязать столбики без накида так забыла я захватить хвостик будем прятать его по ходу вязания так это у нас раз два 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 я убегаю немножко 12 и 13 12 и 13 петелечка клапан у меня состоит из 13 петелек дальше делаем воздушную петлю подъема разворачиваем и вяжем в обратном направлении в общем вяжем так 14 рядов там посмотрим достаточно это вот или лишнее будет видно я провяжу пока 14 рядов там мы встретимся потому что мне неудобно убегает от меня рюкзачок вот провязала я 14 рядов можно будет потом отпарить чтобы он клапан был ровный уголочке чтобы не гибались дальше провяжем еще два ряда в которых мы будем делать убавки по краям делаем воздушную петлю подъема разворачиваем и провязывая столбик один провязали протянули рабочую нить но не провязываю второй столбик протянули рабочими и все 300 петелечки на крючке провязываем вместе дальше вяжем до конца до последних крайних убавок вернее и точно так же захватили рабочими но не провязываем последний столбик захватили провязывайте 3 воздушная петля подъема разворачиваемся и делаем еще один ряд с убавками по краям провязали делаем упавку делаем одну воздушную петлю и отрезаем отрезаем нить дальше мы будем делать обвязку будем делать обвязку лицевой стороны чтобы у нас получились весовые столбики поэтому поворачиваем лицевой стороной наш клапан цепляемся значит да делим делаем воздушную петлю подъема затягиваем кончик и провязываем делаем обвязку параллельно прячем края столбики не затягиваю не вяжем дойдем до поворота на повороте сделаем два столбика три столбика будет лишним так как толстая пряжа сильная дырка получится из-за трех столбиков столбиков будет достаточно для поворота сделаем поворот провяжем здесь точно также провяжем два столбика на повороте и провяжем до конца столбиками без накида итак сейчас я буду прикреплять кнопки первое я прикрепила теперь будем крепить второе я уже отметила ей место где она будет булочку воткнула как и сделай я прицепила и и ровненько так положила отцепила кнопочку и нашла и середину дальше что мы делаем уберем пряжу в цвет нашего рюкзачка я беру две ниты в две ниточки потому что так будет попрочнее и положу сюда в крепеж наш растягиваю и зажимаю делать так же и со второй зажимаю очень плотно чтобы наши веревочки не ездили дальше что мы будем делать мы прикладываем наше место где будет кнопка и правило продеваем покажу берем крючок это у меня серединка я беру так вот у меня будет здесь кнопочка так мне надо эти ниточки продеть сквозь петельки продеваю так и вторую наверное вот сюда под вот эту так предела с одной стороны сверну чтобы было видно ну иголочку чтобы оружие так же продеваю я рядом с кнопкой и сюда вот продели дальше затягиваем фиксируем вытягиваем так наши ниточки дальше что мы делаем мы берем за петелечку рядышком вытягиваем но не полностью так вот и в эту петелечку протягиваю всю нитку и затягиваю очень-очень плотно вот такой узелок получился мы его спрячем сейчас продену иголочку я покажу одну остальные все я сделаю без камер потому что мне очень неудобно покажу просто что действительно этого не видно так и воткнуть иголку тоже сложно сейчас я воткну пошли и так держать этот рюкзак очень неудобно проделая иголку теперь я и вытягиваю и затягиваю этот узел под петелечку он прячется и его там абсолютно не видно можно вывести ниточку на изнанке наизнанок и там спрятать чтобы меньше было здесь бугорков выведем наизнанок и там спрячем аналогично делаем с остальными хвостиками делаем узелочек прям рядышком протягиваем его прячем этот узелочек можно вывести на изнанок можно его спрятать и с лицевой ну не знаю если пряжа толстая то с лицевой стороны она будет видим выступать немножко поэтому мы лучше прячем в изнанок и также сделаем со всеми хвостиками и посмотрим что у нас получится так я закончила и пить кнопочку смотрите что получилось у нас в итоге спрятались наши узелочки так затянули вот все работает теперь надо нам вязать ремешки и так сейчас будем вязать лямку лямку мы свяжем длиной где-то сто тридцать пять сантиметров она у нас будет цельная мы ее пришьем краю здесь здесь пришьем второй край сделаем ручку пришьем последний краешек пришлю внизу то есть цельная ручка у нас будет и лямки и 2 лямочки и ручка будет из одной целой веревочки которому сейчас вяжем вязать мы будем простыми столбиками поворот на поворотными рядами немножко широкого набираем 3 воздушные петли подъема и 4 4 петля для подъема и вяжем столбики 3 столбика без накида делаем воздушную петлю подъема и таким образом обычными столбиками без накида вяжем нашу длину сто тридцать пять сантиметров и так я провязала ремешок вот отварила его теперь мы будем пришивать что мы для этого делаем мы берем находит серединку находим серединку и будем пришивать сначала ручку вот эту вот верхнюю примерно какой ее хотим видеть длины сильно длину не надо было взяться и прикладываем так стараемся все ровненько что у нас ручки были одинаковые длины так вот находим ей им серединку и этой же ниточкой будем пришивать обычными обычным швом как обшиваем обычными нитками на и будем пришивать вот за вот это вот место где у нас переход с одного цвета на другой будем пришивать итак я пришила ручку сверху делать его крючок и отметила маркером где буду пришивать ремешки я положила так вот ровненько посередине я читал одинаковое расстояние в одну и в другую сторону чтобы на одинаковом расстоянии они были пришиты симметрично серединке и буду пришивать также этой же ниткой вводить каждый раз туда и обратно пройдусь и все и пришивать и пришивать я буду не так вы и не так чтобы вот так вот встык стояла ручка буду именно вот так вот пришивать вводя крючок сюда отсюда и привязываясь сюда к 1-ка в тот первый ряд вот сюда вот в этот ряд буду я привязываться ну вот закончила я привязать пришивать лямочки и мешки вот пришила здесь так там еще спрячу эти веревочки ну вот такой вот рюкзачок у нас получился надеюсь вам понравилось у нас